В следующем видео мне прислали вот такой вот рисунок, человек сделал, где-то он посмотрел, видимо, может фильм, может вебинар, и там было три места отреза, вот смотрите, видите, допустим, это моя фотография, вот я выбрал такую фотографию, вот груша растет, видите, тут получается, что если здесь отломить, оторвать, то груша быстро испортится, вот, когда небрежно тянешь просто грушу, а у нее есть уже спелость, так сказать, съемная, надо снимать еще чуть ли не зеленую, где, может быть, тысячи метров еще надо проехать, а обломиться может быть тут, если тут обломится, здесь будет рано, а если груша сотни, я специально подчеркиваю, когда у меня приехало телевидение, наше, республиканское, с Абакана, так, вот, мы подошли вот к этому дереву, и я сказал, смотрите, по дереву нет ни одного яблочка, они начинали сыпаться, но еще немного, я сказал, сейчас могу фиксировать мировой рекорд, у меня есть диски учебные, диск номер 2, там он зафиксирован, то есть на их глазах, я что-то одел на голову, встал под это дерево, дерево, и стряс все яблоки, все до единого, мировой рекорд состоялся, опять ветер, вот, и, ну, в прошлые годы я сотни раз говорил, мировой рекорд, никто не оспорил, потому что некому, это секрет, знаете какой, она была привита на корневое творог яблони, не на палку, а на саженец, который был, это была составляющая яблони сибирка, ее составляющая, то есть, она соединилась с пуповиной, пуповину перерубил, получился саженец, на него привил колонну, это незаконная колонна, законная колонна должна быть с одним штаммом, но, так как это вранье, что на 15 лет будет штамп, вот, чистое вранье, то есть, если вообще-то направление колонной видности было загнано в тупик, ждем 15 лет, а на 2-3 год она перестает вообще планы носить, вот, а потом еще умирает, а вот здесь получилось так, стряс пять ветер, это все задокументировано, это правда рекорд, вот, и на следующий год она не проснулась, я знаю две причины, а до этого она росла, я даже не первый был где-то, я примерно 5 лет или 6, она и до этого планы носил, у меня есть фотографии, прекрасно планы носил, а здесь внезапно умерла, я сказал себе, я железо убил ее своими руками, это было, я был молод, я был, как сказать, тщеславен, я сейчас тщеславен, но привыкаешь ко всему, даже к славе привыкаешь, распокойно отношусь к этому, а тогда, вот, глядите, я самый крутой в России, а может быть, в мире, стряс, и здесь получилось сотни и сотни ран, поняли, в чем я помню, надо было ждать, полюбоваться на нее и не трогать, тогда бы все эти яблоки упали бы, просто упали, зажили бы на плодушках вот эти вот торцы, вот эти вот торцы, вот видите, вот тут бы отвалилось, а плодушка бы, и дерево было бы живо, но я убил своими руками, я считаю, когда сотни яблок я насильно оторвал, это сотни ран, достаточно, чтобы дерево погибло в мороз, и тогда, наверное, тот случай я рассказал, и человек взял и нарисовал, раз, два, три, где отламывать, где отрезать ножницами, помните, мы рассуждали, что одна из моих учениц отрезала ножницами, вот тут, где номер, так, номер три, зеленая, вот тут она отрезала ножницами, ну, сами знаете, трудно это дело, тогда я взял и цитировал одно из писем, которое я получил, внимание, учеба есть учеба, одно время работал в фирме, специализировался на вращивании груш, они были сортовые и очень дорогие в продаже, собирали их аккуратно, стараясь не повредить восковый налет, потому что он уберегает плоды, отразительных болезней во время длительного хранения, ждали, когда груша посмеет, ее хвостик станет ломким, каждую грушу нужно было поддеть средним пальцем и слегка приподнять, хвостик при этом переламывался, и груша оказывалась в ладони, никаких выкручиваний и дерганий, кстати, на скорость сбора такой способ влияет, груша срывается намного быстрее, я раньше не видел, чтобы так резали груши, поэтому решил рассказать об этом, они рвали груши, я ни разу видел, чтобы так рвали груши, решил рассказать об этом, если так собирать груши на продаже, то почему бы так в своем саду не делать, и так я плодать селее буду, Андрей Овчинников, Белгородская область, еще была ссылка, но дай мне и открывается, Андрей, а все, спасибо, а вопрос был такой, все-таки, где граница, граница, да, по зелени, если номер один там плодушка страдает, номер три страдает плохо, ну, разобрались, как могли. Субтитры создавал DimaTorzok